Здравствуйте, меня зовут Сомыч Екатерина Михайловна, я ваша медсестра сегодня. Назовите, пожалуйста, свое имя, фамилия и отчество. Михаил Вера Андреевна, 12-12-1994 года рождения. Данные совпадают. Если у нас есть два идентификатора, и пациент находится в отделении интенсивной терапии, то проверяем еще второй идентификатор. По назначению лечащего врача я введу вам ректальный суппозиторий. Вы согласны? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас энергические реакции? Нет. Хорошо. Подготовила манипуляционный столик к работе. Использую однократного применения нестерильные перчатки, пеленку-клеенку, стерильный материал, ректальные суппозитории. Проверила срок годности, целостность упаковок со стерильным материалом, срок годности суппозитория. Сверила название лекарственного средства с листом назначения. Выполнила гигиеническую антисептику рук, надела перчатки. Помогла пациенту раздеться. Верхняя часть туловища накрыта одеялом. Поставила ширму, уложила пациента на левый бок с согнутыми и приведенными к животу ногами. Подстелила под пациента клеенку и пеленку. Вскрыла суппозиторий. Удерживаю суппозиторий в рабочей руке. Разбинула ягодицы и ввела суппозиторий в анальное отверстие. Суппозиторий вводится на глубину 2-3 см за наружный сфинктер узким концом. Упаковка выбрасывается в твердые бытовые отходы. Объясняем пациенту, что он находится в удобном для него положении на боку в течение 20-30 минут. Скрываю упаковку с салфетками. Привлекаю салфетки. Протираю анальное отверстие. Салфетку сбрасываю в отходы загрязненную кровью или биологическими жидкостями, не инфицирующими, не обеззараженными. Пеленку погрузила в контейнер для грязного пелья. Клеенку обработала дезинфицирующим средством. Сняла перчатки. Погрузила их в отходы загрязненную кровью или биологическими жидкостями, не инфицирующими, не обеззараженные. Выполнила гигиеническую антисептику рук. Сделала запись о выполненной манипуляции медицинской документации пациента.